Дорогие друзья, 1 мая это прежде всего день борьбы. Борьбы за лучшее будущее для всего человечества. Слово на нашем митинге имеет Эдуард Лимонов. Другая Россия. Ура! 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 Я как раз продолжаю то, что сказал Денис. Хочу напомнить, что в советское время нас всех учили мир, труд, май. Все такое сопли развесили, все шли под шариками и считали, что все уже на веки добыто и никто не отберет. Все отобрали и начиналось, вспомните, в 1886 году начиналось не с мира и не с мая, а с выстрелов и взрывов бомб. Помните, когда убили полицейских шестерых рабочих и когда в мае 1886 в Чикаго люди вышли, они вышли. Вы знаете, какая там была листовка? Она называлась «Месть рабочих к оружию». Вот что было. А мы все время, нам уже столько лет замыливают, что это мир, труд, май, сюсю, пусю, соски и шарики. Ничего подобного. Для того, чтобы опять получить хотя бы то, что мы имели или больше того, при советское время, придется очень много пострадать. Кстати говоря, вот тот восьмичасовой рабочий день, которым сегодня все поголовно, видимо, страны наслаждаются, он достался человечеству путем огромного количества жертв. Столько людей было расстреляно, столько демонстраций, как в том же Чикаго. Не забывайте, что когда рабочие выходили на демонстрации, то сидели на крышах поставленные хозяевами ребята с винчестерами. То есть это все добывалось в страшной борьбе. Я хочу сказать, что сейчас Россия расслабилась, что она такая какая-то, вроде все так и надо. Пошли вяло чего-то там сделали, не удастся. Революцию сделать, не потеряв и пуговицы от пальто, не получится. Я наблюдаю все это наше движение с вами уже большое количество лет. И говорю себе, мы, конечно, все время ходим и кричим революция, но когда наступает момент, почему-то мы оказываемся не готовы. Надо быть готовыми. Одновременно наша страна хочет красного. Она хочет больше красного, кричит наша с вами страна, каждый день попьет. Вот сейчас я смотрю на такое количество красных флагов, и эта энергия огромная поднимается. Нам нужно в стране равенство. Нам нужна отмена позорной приватизации, грабительства. Когда у нас выходят всякие самозванцы, выводят людей против коррупции, то почему ни одна падла, извините, не вякнет даже, что коррупция началась в день, когда были приватизированы предательским, криминальным путем огромные предприятия. Всю страну разделили. Чего теперь смотреть за доктором, который положил себе там в карман, я не знаю сколько, 300 долларов, когда были украдены все, от нор, никеля до огромнейших пароходств, и атомная промышленность, все к чертовой матери было украдено. Поэтому никаких побочных вот этих вот побочных успехов нам не надо. Нам надо все, все вместе. Когда я не могу говорить то, что я хочу, потому что вы знаете, мы живем в стране, тут же тебе пришьют статью, и ты пойдешь всего на все за слова, а не за дела в тюряху. Я уже сидел, поэтому я не говорю голословно, сидеть такой, хотя бы железно, знаешь, за что ты сидишь. Поэтому я тут не буду вас никуда призывать, вот меня отхлестало красное полотнище. И я просто хочу сказать, больше красного, упирайтесь все руками, ногами, агитируйте всех, кого можете, идите на какие-то индивидуальные поступки. Сейчас уже, видимо, так мы и будем. Все кричали, объединяйтесь. Помните, сколько лет нам кричали, объединяйтесь, объединяйтесь. Оказывается, наверное, не надо объединяться. Пусть будем так, как есть. Каждому свой какой-то фронт, каждому своя, я не знаю, что, фабрика, магазин, улица, для того, чтобы ее защищать. Но проявляйте свое творческое агрессивное умение. Вот что я опять хочу сказать. И опять лозунг. Больше красного, больше красного, больше красного, больше красного, больше красного, больше красного. Это, кстати, всегда говорил мне ныне покойный, вы знаете, певец, сейчас прославленный человек, вообще гениальный человек, Егор Летов, это его заповедь Больше красного!